Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Момент идеально максимальной возможности быстро приближается на крипторынке, пока циники и хейтеры индустрии радостно заявляют о своей победе над классом активов, который, по их мнению, не имеет целей будущего. Но реальность заключается в том, что люди, которые действительно решают судьбу наций, судьбу рынков и бизнеса, облизываются и готовятся пожирать твою криптовалюту, которую ты сам радостно отдашь им. Приготовься, потому что это видео взорвет твой мозг. Сегодня я расскажу тебе о том, как самый влиятельный финансовый институт в Соединенных Штатах и, возможно, во всем мире не просто верит в будущее биткоина, но и планирует масштабное вторжение на криптовалютный рынок, причем уже давно. Итак, посмотри на это. Источник, близкий к BlackRock, утверждает, что они собираются подать заявку на биткоин ETF. Важно понимать, что это не то же самое. Это не та же история, когда VanEck или Grayscale подавали свои заявки на запуск спотового биткоина ETF. Нет. История с BlackRock – это нечто совершенно иное, гораздо глубже. BlackRock – это самый мощный на сегодняшний день инвестиционный банк Соединенных Штатов Америки, который идеально согласован буквально с каждым регулятором, как в национальных юрисдикциях, так и в международных. Для примера связей с правительствами можно упомянуть заключение контракта между BlackRock и властями Украины на восстановление страны. Вот насколько глубоки связи с правительствами по всему миру у BlackRock. Об этом я могу снять целый документальный видеоролик, если в комментариях под видео будет достаточно много просьб об этом. Поэтому, если ты хочешь такое видео, напиши об этом в комментах прямо сейчас. Но еще важнее то, что они готовятся к поглощению биткоин рынка прямо сейчас. Для тех, кто в танке, операция Чокпоинт 2.0 – это, во-первых, атака на криптодружественные банки, а во-вторых, это судебные иски против Gemini, Coinbase, Binance US и Kraken. И теперь у нас есть новость. BlackRock подает заявку на биткоин ETF. И это как раз в тот самый момент, когда управляющий фондом Джорджа Сороса заявляет, что криптовалюта созрела для поглощения традиционными финансами. Опять же, именно так и происходят циклы новых технологий. Вы не можете убить эту технологию в рамках одной страны, ведь она просто-напросто будет принята и развита другими странами. Лучшее, на что может надеяться традиционный сектор финансов – это контролировать новую технологию, извлекая из нее выгоду. И они пытаются сделать это, обезглавливая тех, кто находится при власти в нынешней криптоиндустрии. А людей, которые находятся при власти, довольно легко назвать. Это, например, Брайан Армстронг. Или Сизет. Нет, это руководители крупнейших криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Это эмитенты крупнейших стейблкоинов USDC и Binance USD. Они не пытаются убить криптоиндустрию, но вместо этого они хотят сделать так, чтобы она прогибалась под их нужды. И поэтому, пока нам подают ужасные новости про секи криптовалютные биржи, например, SEC подает в суд на Binance CCZ, Binance уходит из Нидерланд, или, например, Франция начинает расследование Binance на предмет отмывания денег, и так далее, и так далее. Пока нам рисуют очередную красную свечу на рынке, BlackRock собирается отбирать криптовалюту у тебя. Американские банки собираются отбирать криптовалюту у тебя. Посмотри на это. Bank of America рекордно увеличил свою долю в микростратеджи. На 47 тысяч процентов. Микростратеджи – это компания, которая активно занимается криптоиндустрией и является крупнейшим биткоин-держателем. И это происходит на фоне атаки против Binance Coinbase американским регулятором SEC. Ну не странно ли это? Я остаюсь оптимистом насчет развития криптоиндустрии биткоина, несмотря ни на что, потому что, судя по всему, Bank of America и BlackRock тоже биткоин-оптимисты. И сегодня в стране криптовалюты действует тот же закон, что и всегда. Когда рыночная капитализация растет, биткоин прибавляет по тысяче долларов каждый день, люди говорят, что это революция. Но когда все падает, люди думают, что это мошенничество, и поэтому они продают наверху, а покупают снизу. Опять же, криптовалюта – это высокий риск. Мы не можем предсказать будущее, и если ты собираешься жить криптовалютой, абсолютно точно ты должен самостоятельно брать на себя полную ответственность за каждое движение на криптовалютном рынке. Биткоин и эфириум могут в будущем видоизмениться, но точно так или иначе будут существовать и дальше. И я верю, что появятся альткоины, которые полностью изменят интернет в том виде, в котором мы его знаем. Я очень сосредоточен сейчас на игровых токенах, ведь в GTA 6 мы можем увидеть такое. Да, ты сможешь играть в игру и зарабатывать там криптовалюту, ты сможешь, играя, зарабатывать себе на жизнь. Это потенциально может вызвать сильнейший буллран игровых монет. Я также очень интересуюсь новыми тенденциями в DeFi, в частности, ликвидным стейкингом. И сейчас я очень глубоко в это погружен и готовлю об этом. Какое-то действительно детальное видео. И для ясности, если мы опустимся ниже 20 тысяч долларов сейчас, а затем биткоин поднимется и начнет расти, что ж, это будет еще один более низкий максимум в этом макроэкономическом тренде, который начался еще во время краха FTX. Опять же, посмотрим, произойдет ли это. Но я буду очень рад большой капитуляции настоящей крови на рынке. Именно тогда, когда возникает ощущение, что люди действительно сдаются, и будет момент максимальной возможности. Именно поэтому я не падаю духом. Я сосредоточен на будущем, и мне не терпится увидеть, что же там будет. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»